Здравствуйте! В эфире программа Патрули, я и ведущий Александр Петрушин. Угнали машину, избили человека. Сбыт наркотиков, перевоз более 50 тысяч патронов. Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! Садясь пьяным за руль, водитель думает. Доза небольшая. Я не пьян. К тому же стаж вождения у меня большой. Все действия отточены до автоматизма. Езжу аккуратно. А состояние легкого опьянения можно сравнить с усталостью. Уставшим же не запрещает водить автомобиль. Так, возможно, и думал этот водитель. Помимо того, что он сел за руль, будучи под шофе, он не имел водительского удостоверения. Он с друзьями праздновал рождение ребенка. Во время застолья у молодых людей закончилось спиртное. Вот и недолго думая, решили съездить за увеселительными напитками. Их остановила патрульная машина. Но по версии друзей водителя, дорожные полицейские слишком строгие. Им можно было отпустить их. И даже начали препятствовать погрузке машины на эвакуатор. Субтитры создавал DimaTorzok На заметку водителям, которые любят сесть за руль, будучи под шофе. Каждый день сотрудники ГИБДД задерживают на дорогах республики водителей в состоянии алкогольного опьянения. Каждый день граждане под градусом вставляют ключи в замок зажигания, давят на газ и нередко на людей. За 9 месяцев по вине водителей домой не вернулось более 30 человек, чьих-то жен и мужей, детей и родителей. Подростки угнали авто, но желание покататься на машине чуть не закончилось трагедией. В минувшие выходные в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестные угнали машину и едут в сторону Козыла. Козыли угнанную машину с неизвестными встретили инспекторы ДПС. Однако их не остановили многочисленные требования дорожных полицейских. Более того, чтобы скрыться от инспекторов, водители многократно создавали аварийную ситуацию. Выезжали на запрещающий сигнал светофора, пересекали двойную сплошную, не говоря о высокой скорости. В районе бывшей швейной фабрики машина сбила человека, но даже это не остановило угонщиков. Двигаясь в центр города по улице Солчак-Тока, водитель просто-напросто поехал по встречке. Дорожные полицейские поймали лихачей. Ими оказались подростки 2002 и 2004 годов рождения. Теперь им предстоит перед словом закона ответить за угон машины, наезд на человека и неподчинение требованиям сотрудников полиции. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых. Есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. В Кызыльском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с пострадавшими. 30 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии – наезде на препятствия. Установлено, что 40-летний водитель, управляя УАЗом по автодороге Бояров-Которахем, не справился с управлением и допустил наезд на расположенный на дороге земляной отвал. С места аварии в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были госпитализированы два пассажира в возрасте 37 и 44 лет. В настоящее время по данному дорожно-транспортному происшествию сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Бойцы ОМОН в Туве поймали жителей Новосибирска и Кызыла во время незаконной охоты. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Тыва на территории заказника Эрбекский, что в Кызыльском районе бойцы ОМОН провели работу по задержанию лиц, которые вели незаконную охоту на морала на охраняемой природной территории. Как оказалось, здесь находились две группы охотников. В первой были двое жителей города Новосибирска. Их сопровождал житель Тувы. Во второй группе обнаружены двое граждан из города Кызыла. У нарушителей изъяли пять единиц огнестрельного нарезного оружия. Отметим, на территории заказника запрещена охота на все виды животных и птиц. Инспекторами ДПС Пехемского района задержан подозреваемый в краже скота. В минувшие дни экипаж ДПС вблизи Турана для проверки остановил машину, груженую дровами. При досмотре кузова автополицейские обнаружили под дровами разделанную тушу и останки коровы. Документов на перевозимую продукцию водители-пассажир машины предъявить не смогли. Пояснить происхождение груза, который был тщательно замаскирован, мужчины также затруднились. В ходе разбирательства пассажир, 39-летний местный житель, сознался сотрудникам полиции в том, что корова украдена. Он пояснил, что 22 сентября к его стаду, пасшемуся на Чабанской стоянке вблизи села Аржан, прибилась чужая корова. Мужчина не стал искать хозяина. Он забил корову, чтобы в дальнейшем продать мясо в Туране. Сотрудники полиции впоследствии установили, что похищенная корова принадлежит 63-летней местной жительнице, которая сообщила полицейским, что еще 15 сентября со свободного выпаса не вернулись две коровы, принадлежавшие ей. От потерпевшей было принято заявление, на основании которого возбуждено уголовное дело. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. После проведения следственных действий, изъятая туша передана собственнику. Расследование уголовного дела продолжается. В Туве полицейские совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности выявили факты незаконного оборота боеприпасов и спиртосодержащей продукции. В минувшие дни во время несения службы инспекторами ДПС на автодороге Р-257 для проверки была остановлена Митсубиси Делика. Транспортным средством управлял 49-летний козылчанин. Во время досмотра авто в салоне машины полицейские обнаружили коробки, в которых находились предметы, похожие на патроны. В ходе дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками региональных МВД и ФСБ было установлено, что указанный гражданин осуществил передачу патронов в количестве 54 тысяч штук местному жителю. Последний был задержан и доставлен в полицию, где установлена его личность. Им оказался 50-летний житель Козыла. Согласно результатам исследования, изъятые патроны являются боеприпасами. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в гараже, принадлежащем задержанному, обнаружены и изъяты 50 картонных коробок, в которых находилось 1000 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, без соответствующих документов и акцизных марок. Изъятая продукция, общим объемом полтонны, направлена на исследование. В настоящее время, по указанному факту, сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В Кызыле сотрудниками полиции задержана женщина, подозреваемая в покушении на сбыт наркотических веществ. В ходе проведения оперативно-профилактической операции МАК полицейскими задержана и доставлена в полицию 57-летняя жительница села Буренхем. У задержанной в дамской сумке обнаружено и изъято вещество с признаками наркотического. Экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишем массой более 170 граммов. Женщина призналась, что наркотики приобрела и хранила для последующего сбыта. Установлено, что данная гражданка ранее судима за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Кроме того, в ходе операции МАК в минувшие выходные сотрудниками полиции выявлено 6 фактов незаконного хранения наркотических веществ. А мы продолжаем новую рубрику «Важно знать». Сегодня мы расскажем об основных правилах дорожного движения, которые должны знать дети и их родители. Знак «Пешеходный переход» с изображенной зеброй на ней и указывающей на место пешеходного перехода проезжей части улицы. То есть здесь можно перейти дорогу. А вот этот знак в движении пешеходов запрещено. Название знака говорит само за себя. Устанавливается в местах, где движение может быть небезопасным. Используется часто для временного ограничения, во время ремонтных работ или аварийных. Знак «Велосипедная дорожка» четко указывает на дорогу исключительно только для велосипедов. В движении автомобилей здесь категорически запрещается. А покататься на роликах или прогуляться пешком по этой зоне приветствуется. Это знак «Осторожно, дети». Его обычно устанавливают рядом со школами или детскими садами. Он говорит всем водителям, осторожно на дорогу, внезапно могут выбежать дети. Надо снизить скорость. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты, адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА